ну что ж еще раз доброе утро начнем наш вебинар сегодня он посвящен аксессуарам сегодня мы поговорим о битых бурак и сверлах о нашем текущем ассортименте о новинках их немного но они есть начнем мы сбит одна из самых наших больших и популярных категорий здесь у нас представлены линейки которые входят в наши биты наши топовые линейка это impact премьер далее им по голд это бывшая наша топовая линейка silver torsion impact black алмазные и серия стандарт сначала рассмотрим какие бывают типы головок вот от или прямой шлиц основные минусы данные шлица в том что он не может самоцентрироваться поэтому его редко используют электроинструментом второй тип у нас идет philips вы данные шлиц уже может самоцентрироваться поэтому он является одним из самых популярных пози древ он также крестообразный но есть небольшие лучики далее это hex это шестигранная головка и торгс внутренняя звездочка хвостовки у нас и делится на два типа это хвостовики си форм про . для пружинного кольца и хвостовики и форму с про . для шарового фиксатора они подразделяются на два типа это nz и mz ну подавляющее большинство оснастки у нас оснащается хвостовиком mz и nz у нас крайне мало мы рассмотрим прежде всего нашу топовую линейку impact premier она у нас подразделяется на бит и 25 миллиметров с одной торсионной зоны и 50 миллиметров здесь уже две торсионные зоны срок службы данных бит у нас намного больше чем стандартных например 50 миллиметров срок службы больше примерно в 20 раз у 25 миллиметров с одной торсионной зоны примерно 15 раз к основным плюсом можно отнести то что данные биты у нас очень износостойкие есть торсионные зоны это зона особого сечения которые снижают нагрузку на головку биты при работе ударным инструментом на высоких оборотах поэтому данные биты вам прослужит дольше есть цветовая маркировка для каждого типа бит что удобно да то есть не нужно ее выискивать сразу видно и можно быстро выбрать тот тип который тебе нужен также если сравнивать данную линейку относительно нашей бывшей топовой линейки им по гол то например убит 50 миллиметров трассионная зона увеличилась на 0 9 миллиметров если основная трассионная зона у impact gold было 10 один миллиметр это им по примеру же 11 миллиметров и также увеличилась прочность до 62 пор около мимо одиночных бит у нас также присутствует два набора сюда входят 10 насадок и 1 бита держатель 50 миллиметров цена данных наборов примерно 1377 рублей с ндс также у нас линейка и как пример постоянно расширяется у нас появились магнитные держатели для бит как стандартный магнитный держатель так и супер сильный магнитный держатель особенность супер сильного магнитного держателя что на конце там такой круглый магнит который как раз позволяет надежно зафиксировать крепеж единственный минус тут может быть то что если у крепежа маленькая шляпка то фиксация будет не такой надежный также у нас есть адаптеры с углом наклона до 15 градусов для работы с торцевыми головками 3 восьмых и 1 2 и длина 60 миллиметров магнитные торцовые головки также появились у нас в ассортименте сейчас у нас доступны пока в ассортименте 22 размеры это 8 и 10 но в дальнейшем еще где-то наверное летом придут 6 и 13 длина у данных торцовых головок 65 миллиметров также есть зона торшин сейчас пока на складе количество но где-то опять же ближе к лету все появится в достаточных количествах наша бывшая топовая линейка impact gold также здесь есть биты 25 миллиметров с одной торсионной зоны и 50 миллиметров змея торсионными зонами срок службы у бит 50 миллиметров змея торсионными зонами где-то 15 раз больше чем стандартный бит и убит с одной торсионной зоны где-то в 10 раз больше также также данная линейкой по голод еще подразделяется на несколько других я здесь указывать их не стал так же как и не стал указывать доступные типы размера потому что линейка уходящие какие-то типы размеры распродаются и больше не заводится поэтому тут нужно уже смотреть по факту что есть на складе но отмечу что есть еще также битым по голд эндуро для работы с металлом impact gold вот гриб для работы с деревом там особенность в том что есть насечки на конце биты что позволяет лучше фиксировать крепеж и также есть импакт голд шортен это биты для работы в труднодоступных местах они нечто среднее между 225 метров они 30 миллиметров вот у них большая трассионная зона ну на этом наверное сам по голд все наша линейка silver torsion очень популярная примерно в 10 в 10 раз уже дольше чем стандартные биты фишка в том что она двухсторонние также есть торсионная зона учитывая то что она имеет большую длину то данными битами удобно работать каких-то труднодоступных местах хорошо тебя показывает при работе с деревом и например при установке пластиковых окон биты импакт black золотая середина ей можно работать с ударным инструментом данная линейка бит примерно на 20 процентов прочнее стандартной линейки за счет того что изменили сплав и также здесь присутствует антикоррозийное покрытие черного цвета за счет чего она и называется собственно говоря импакт black данная линейка у нас также будет расширяться больше будет типа размеров также появится торцовые головки где-то наверное они придут летом и возможно еще будут битодержатели алмазные биты с повышенной прочностью головки имеют высокоточную геометрию за счет чего они надежно фиксируются в крепеже и также микрочастицы нанесены и на хвостовик поэтому данная особенность обеспечивает плотную посадку разные типоразмеры и форме форм разная длина 25-50 миллиметров из типов у нас присутствует филипс пользователь торкс ну и наша линейка стандарт самая популярная самая широкая здесь есть биты всех типоразмеров все форме форм двусторонние есть банках по 100 штук там случае стандарт филипс как я уже сказал все типоразмеры двусторонние двусторонние в банках пози древ си форме форм торкс си форме форм хекс и плоский шлиц да также отмечу что у всех наших бит на магничные наконечники ну и биты для магазинов шуруповертов наших дефор 550 750 типоразмеры ph2pz 2 и длина от 132 до 177 миллиметров также у нас большой ассортимент держатели бит есть магнитные держатели и виде брелка и удлиненные также на гибком удлинители и также есть стандартные держатели перейдем к сверлам тоже на у нас довольно таки широко представлено не сверла для работы по дереву и есть сверла для работы по металлу также есть для кирпича бетон на стекло и керамики фарфора и универсальные ну начнем мы со сверл по дереву соответственно здесь у нас представлены спиральные сверла перьевые форстнера левиса и для опалубки у спиральные сверлок на это базовые сверла имеет центральные острие для для точного засверливания делятся они у нас на по типу хвостовика это то есть цилиндрическом хвостовиком с хвостовиком одна четверть и с высоком sds плюс для перфораторов собственно говоря разные диаметры длины тоже разные ну тут от малого диаметра от малого до среднего и длины от 60 до 300 миллиметров плюсом можно отнести в данных фирал то что у них хорошие отвод стружки в процессе сверления в общем базовый классический сверла а перевые сверла подходит для раба для проделывания сквозных отверстий данное сверло снабжено центрирующим острием и двумя резцами ну подходит для работ с мягкой древесиной к недостатка можно отнести то что у данного типа сверла не очень хороший отвод стружки диаметра от 6 до 36 миллиметров и длина 150 160 миллиметров поставик цилиндрический сверла форстнера цилиндрических поставик подходит для проделывания сквозных и глухих отверстий часто используются для например установки петель или например дверных ручек снабжено данное сверло у нас центрирующим острием и боковыми режущими кромками сейчас у нас линейка форстнера расширилась появились еще сверла форстнера стандарта них я расскажу ниже данные сверла у нас произведены в италии они подороже диаметры у нас от 8 до 50 миллиметров и длина 90 миллиметров новинка этого года это форст сверла форстнера стандарт цилиндрический хвостовик и диаметры от 15 до 35 миллиметров и длина 77 миллиметров здесь используется твердосплавные на пайке сверлах форстнера ниже используется единая головка из быстрорежущей стали данные сверла у нас в китае они дешевые идеально подходят для установки петель у них не очень большая высота головки вот ну и еще к отличиям основным можно отнести то что у наших итальянских сверл отверстие получается более ровно и более аккуратно да то есть данные сверла не вот именно дешевые идеально подходит для установки петель также у нас есть наборы наших дорогих итальянских сверл это набор 470 63 здесь 5 штучек 15 20 25 30 35 миллиметров сверла левиса подходит у нас они для проделывания отверстий малых и средних диаметров основная фишка то что у данных сверл большая длина и очень хороший отвод стружки так как тут широкая спираль где-то она занимает на 50 процентов сверла и также к особенности можно отнести то что здесь самое затягивающиеся резьбовое острие то есть при работе вам не нужно применять каких-то усилий сверло само заходит в материал диаметры от 6 до 36 миллиметров и длина от 200 до 600 миллиметров сверла для опалубки у нас изготовлены из быстрорежущей стали имеют длинные цилиндрических стоят да кстати к особенностям еще сверла левиса упомянуть то что у нас два типа сверла левиса это обычно сверла левиса и сверла левиса по работе с гвоздями да ну то есть по дереву где есть гвозди поэтому они подороже но они вот как раз позволяют работать по дрессе не с гвоздями и снова консервам для опалубки как уже ранее сказала быстрорежущие стали хсс длинный цилиндрических хвостовик ну собственно говоря используется в строительстве для внутренней отделки технических работах если нужно пристать какие-то там отверстия где требуется большая длина сверла диаметра от 8 до 12 и длина от 400 до 600 миллиметров перейдем к сверлам по металлу наш ассортимент представлен сверлами хсср хссг хсс кином форс хсско и ступенчатыми конусными сверлами ну немножко расскажу про сами сверла в общем как изготавливают у нас принцип изготовления делится на два типа это эконом которые изготавливаются с помощью проката роликами и с помощью фрезерования из цельного куска стали ну с помощью проката из изготовления но такой тип изготовления является самым дешевым здесь все таки есть определенные допуски по размерам да то есть ну конечно там на доле миллиметра но тем не менее то есть самые с минимальными допусками это у нас сверла фрезерованные все у нас сверла изготовлены из быстрающей стали хсско у нас добавляется кобальт и используется у нас несколько типов заточек сверла это стандартная 118 градусов 135 так называемый сплитпоинт и м форс но обо всем этом уже далее расскажу наша базовая линейка называется хсср are the world то есть изготовлена с помощью проката круглый цилиндрический хвостовик угол заточки здесь 118 градусов поэтому дан данные сверла нас требует кернение чтобы не испортить материал в процессе работы покрыты покрыт они оксидной пленкой для защиты от ржавчины диаметры от 1 до 13 метров и длины от 34 до 151 миллиметра данные сверла могут использоваться также помимо работы с металлом для работы с пластиком и чугуном да и также при работе не забываем пользоваться охлаждающими эмульсиями чтобы продлить срок службы сверла hssg это уже сверла более дорогие они изготовлены с помощью фрезерования здесь также за . 118 градусов поэтому при работе заново сверлом требуется кернение двери ущих кромки 2 спирали цилиндрических и 100 миг подходит для работы с лидированной и нелегированной стали у твердого пластика чугуна и цветных металлов диаметр от 1 до 13 миллиметров и длина 40 до 150 одного миллиметра также у нас есть наборы различные 25 штук 19 штук и также набор из 200 штук для которого предусмотрен диспенсер такой большой красный до 675 555 это 25 штук и до 675 49 штук и d306 17 это наборы из 200 сверлом и d19 у нас диспенсер сверла hss king king это у нас значит они покрыты нитридом титана что позволило увеличить их красно стойкость красно стойкость у нас способность сохранять твердость сверла при нагреве поэтому у нас данные сверла довольно таки износоустойчивые и также покрытие нитридом титана но способствует уменьшению трения при работе материала два типа хвостовика цилиндрический и 1 четверть выполнена не у нас с помощью фрезеровки и здесь уже угол заточки 135 градусов то есть тут кернение не нужно а с цилиндрическим фастовиком у нас диаметры от 1 до 13 миллиметров 2 на 3 4 тире 151 миллиметр и хвостовиком 1 четверть диаметр два с половиной тире 13 длина от 78 до 121 миллиметра также у нас в сортименте есть наборы данных сверл это d435 7 7 13 штук d435 60 110 штук d435 556 штук и d305 14 это у нас пять штук также отмечу да что в наборе d305 14 здесь покрытие не полностью нитридом титана здесь покрыта только спираль очень популярная линейках с стеной иконами а главное отличие от простых из стен что тут все таки она более дешевого изготовления так как выполнена с помощью проката не с помощью фрезерования и также здесь более грубая шлифовка в отличие от того же хсс но тут также угол заточки 135 градусов то есть не требует кернение при работе и также очень демократичная цена поэтому данные сверла пользуются хорошим спросом диаметры от 3 до 10 миллиметров и длина от 60 1 до 133 миллиметров цилиндрических поставить также широкая линейка наборов до 728 33 6 штук 2 до 8 миллиметров наш хит продаж цена с ндс около 500 рублей там по 507 рублей если я не ошибаюсь до 728 49 10 штук от 1 до 10 миллиметров до 728 55 13 штук от полутора до шести с половиной миллиметров и дальше у нас идут уже наборы которые идут в коробке по 10 штук это d722 29-10 19 штук от 1 до 10 миллиметров и d722 35-6 здесь 6 штук в коробке 25 штук сверла в наборе от 1 до 13 миллиметров и сверла им force это наша гордость нашу ноу-хау они у нас самые быстрые в линейке то есть если вам нужно просверлить быстрее качественно то как раз это сверло для вас выполнена она путем у нас фрезерования покрыта она у нас специальный специальным покрытием золотистого цвета который защищает от ржавчины хочу заметить что это них из не не 3 титаны это именно вот покрытие от ржавчины и также особенность тут в том то что у христа века 3 шлица да то есть он позволяет лучше фиксировать в инструменте подходит для работы с металлом чугуном легированной сталью и пластиком диаметра 2 до 13 миллиметров и длина от 40 одинки до 150 одного миллиметра есть у нас несколько наборов данными сверлами это д 305 08 5 штук 4 до 10 миллиметров и 298 76 19 штук от 1 до 10 миллиметров их сверлах с с к это с добавлением 5 процентов кобальда это у нас самые износостойкие сверла в нашей линейке угол заточки здесь 135 градусов изготовлена с помощью фрезерования собственно говоря кобальт добавление кобальта позволяет увеличить красную стойкость диаметры у данных сверла от полутора до 13 и и длина от 40 до 150 одного миллиметра есть у нас один набор с данными сверлами это до 175 61 19 штук от 1 до 10 миллиметров ну и данные данный график у нас показывает всю нашу линейку сверл и тут взаимосвязь от скорости до до срока службы да то есть х ссср у нас самую базовая линейка срок службы самый небольшой скорость тоже небольшая ух ссс срок службы больше соответственно тут мы уже видим то что с таким же сроком службы у нас есть стен иконами и m force х с с тем просто уже имеет больший срок службы но и самый большой срок службы это у нас ухо ссс к но скоро здесь в принципе стандартная также у нас есть ассортименте ступенчатые сверла есть покрытием нет нет рядом титана есть без покрытия не 3 до титана есть с прямым желобком мы со спиральным со спиральным они быстрее в два раза собственно говоря с прямым желобком х с стену нас диаметры от 4 до 32 и 12 65 до 102 миллиметров со спиральным желобком от 4 до 32 длина от 65 до 102 метров также с прямым желобком просто х ссс без покрытия диаметра от 4 до 32 глина от 65 до 102 и со спиральным диаметра от 4 до 32 и 12 до 102 миллиметров сверла с наконечниками по бетону здесь у нас до типа ростовика это цилиндрический и одна четверть довольно таки популярный тип сверла подходит для работы по бетону и кирпичу две кромки 2 спирали для отвода пыли с круглым хвостовиком диаметра от 4 до 16 миллиметров длина от 70 до 600 миллиметров и с хвостиком 1 четверть диаметра 3 до 8 метров и длина от 80 до 100 миллиметров и наш хит это набор д 0 51 75 пользуется большим спросом цена ртс ндс 450 рублей довольно таки демократичная сверла святославным наконечниками по кирпичу тут у нас только цилиндрических выставек верующих кромки 2 спирали и подходит для кирпича облицовочного кирпича и известняка диаметре от 3 до 12 миллиметров и длина от 60 до 400 миллиметров а сверла стекловой керамики два типа хвостовика цилиндрический 1 четверть подходит для сверления стекла фарфора керамические плитки например при сверлении стекла и керамической плитки лучше охлаждать водой при работе с фарфором охлаждение не требуется также например и при сверлении плитки да и если там далее идет бетон то все-таки не рекомендуется сверлить данными сверлами да то есть тут рекомендуется просверлить плитку дальше уже например использовать сверло по бетону так как данное сверло быстро износится если будете сверлить бетон диаметры у данного сверла с круглым хвостовиком от 3 до 12 или на 65 до 80 миллиметров ставик 1 четверть диаметре от 4 10 миллиметров и для на 65 до 80 миллиметров и сверла универсальные подходит для широкого спектра материала круглый хвостовик цилиндрический могут использоваться для сверления плитки мрамора каменной кладки пластика дерева и металла диаметра от 3 до 14 миллиметров и длина 60 до 600 миллиметров но как обычно все универсально но хуже справляется со своей задачей чем специализированная поэтому если вы работаете конкретно по дереву или металлу то все-таки рекомендуется использовать сверла по дереву или по металлу также у нас есть несколько наборов сверла это d46202 это сюда входит сверла для дерева металла и кирпича 18 штук и b575 32 это наборы сверл по дереву металлу с хвостовиком sds плюс то есть для перфораторов 5 штук данных сверлу в этом наборе перейдем буром тоже широкую очень линейка и делится она у нас на здесь плюс на здесь макс рассмотрим сначала линейку sds плюс сюда нас ходят линейки стандарт центре типа и плюс форкатора макбастера и на мазис 1 на мазис 2 но у линейка стандарт одна из самых популярных здесь собственно говоря хорошее соотношение цена-качество никаких особых технологий нету 2 режущих кромки это сам нас плавка с выступающим острием и диаметры здесь от четырех до 30 миллиметров и 12 10 до 440 миллиметров данные буры у нас на самые быстрые да потому что чем меньше режущих кромок тем быстрее бур да то есть бур с двумя режущими кромками будет быстрее чем стремя из четырьмя данными бурами не рекомендуется поработать по миру бетону иначе собственно говоря может у вас заклинить бур или что еще хуже там головка сломается и потом будете ее пытаться вытащить из отверстия есть у нас несколько наборов буров это d007 95 штук диаметр от кида 8 миллиметров d2703 штук диаметры от 5 до 10 миллиметров до 10 миллиметров и d177 84 также пять штук диаметр от 6 до 12 миллиметров линейка центре тип но основное отличие в данной линейке от стандартных буров то что здесь уже появляется центрирующие острие здесь также двери ручих кромки поэтому тут данные линейки буров более точные за сверлими но также не рекомендуется работать с формированным бетоном диаметры от 5 до 32 миллиметров и длина от 110 до 350 миллиметров есть у нас четыре набора с данными бурами это б 602 74 5 штук здесь один размер 6 на 160 размер б 547 0 4 5 штук здесь уже диаметры идут разные от 6 до 10 миллиметров и б 603 ты 33 5 штук здесь у нас диаметры 8 миллиметров на 110 линейка v плюс данная линейка у нас соборов производится в германии в отличие от предыдущих двух предыдущие две у нас привыкли в китае особенность данной линейки в том что здесь появляются такие зубчики которые помогают лучше отводить пыль и также лучше разрушать бетон являются такие микротрещины и за счет этого лучше разрушается бетон есть центрирующие острием спираль которая позволяет особой формы которая позволяет лучше удалять пыль и также усиленные угловые кромки что позволяет продлить срок службы бура также не рекомендуется работать по миру бетону диаметр от 4 до 26 миллиметров и длина от 110 до 1000 миллиметров буры макбастер также у нас европейское производство производится во франции здесь особенность том что это трех кромочные буры ими уже можно работать по армированному бетону а здесь специально термически обработанный стержень для более долгой службы бура диаметра от 5 до 16 миллиметров и длина от 110-610 миллиметров все принципе наши европейские буры скажу обладают соответствует сертификату пиджием это сертификат европейский можно сказать аналог пусту это пиджима ассоциация по контролю качества стенных сверл вот то есть это означает соответствие означает то что заявленные диаметры строго соблюдаются нету никаких отклонений довольно таки тоже популярная линейка обладают хорошим соотношением цена и срок службы также данными бурами например можно сверлить у кромки да то есть они не разрешают материал вокруг себя хорошие ровные отверстия получаются буры for cutter производства у нас данных буров в китае обладают центрирующим острием четырьмя режущими кромками собственно говоря плюс данной линейки в том что это вот хорошее соотношение цена и качество по технологиям тут это по сути дела бурый стандарт который просто добавили еще одну вставку из твердославную для того чтобы было четыре кромки и уже данными бурами можно работать по мирным бетону у вас его не заклинит диаметре от 6 35 миллиметров и для нас от 10 до 460 миллиметров и наша топовая линейка это уровень на мезис также производства европа германия у нас сейчас ассортименте присутствуют две серии это первая и вторая ну собственно говоря первая серия выводится вторая главное отличие в том что увеличена увеличен срок службы при работе с армированным бетоном где-то на 50 процентов скорость сверления где-то на 20 процентов к особенности можно данной линейке отнести то что здесь центрирующие острие есть маркер износа который сигнализирует вам о том что уже нужно менять четыре спирали для эффективной для эффективного отвода пыли также здесь усиленные заостренные угловые кромки со скосами которые опять же позволяют лучше буру себя вести при работе с арматурой и также особенность линейки на мезис 2 то что здесь монолитная твердосплавная головка да если в предыдущих всех буров это на пайке то здесь уже головка опять же которая более прочная в линейке на мезис 1 там также твердосплавные вставки то есть цельные головки нету но опять же цельная головка используется в диаметрах от 5 до 10 миллиметров дальше это также твердосплавные напайки так как все-таки технология пока не позволяет на бурак большего диаметра используя твердосплавные головки диаметры от 5 до 10 2 миллиметров и длина от 115 до 455 миллиметров в да также еще добавлю про спираль то что она особой формы особенность том заключается то что там идут идет чередование узких и широких участков узкие участки позволяют быстрее осуществлять сверление за счет меньшего сопротивления материалу а широкие части позволяют сохранять геометрию бура в процессе сверления и линейка сдс макс сюда входит у нас бурый стандарт за максима квуркатор центра и проломные буры ну серия стандарт опять же никаких особенностей 2 режущих кромки 2 спирали и выступающие острие на твердосплавные ставки диаметра до 12 до 40 миллиметров длина 30 570 миллиметров хорошее соотношение цена-качество в принципе одна из самых популярных и линейка сдс макс да так же кромочным этим буром не рекомендуется работать формированный бетон у нас линейка фуркатор как и предыдущий бур она производится у нас в китае но тут уже 4 режущих кромки 2 спирали соответственно благодаря 4 режущим кромкам уже можно работать по армируем бетону отверстие у вас получаются ровные круглые диаметры от 12 до 30 миллиметров длина от 340 до 570 миллиметров максима к ну довольно таки интересная линейка буров производится у нас во франции особенность том что 6 режущих кромок специальная форма спирали для эффективного отвода шлама соответственно скорости бурения не такая высокая но позволяет хорошо проходить арматуру диаметры от 12 до 45 миллиметров и длина 340 до полутора метров и наша топовая линейка это sds макс центра производится в германии здесь у нас цельная трудославная головка используется также есть маркеры с индикаторами износа спирали также особой формы и собственно говоря также на на пайке присутствуют такие были специальные выступы это для более эффективного разрушения бетона можно работать естественно по армированному бетону а диаметра от 12 до 52 миллиметров и длина 340 до 1320 миллиметров ну и проломные буры здесь у нас также производства европы германия здесь используется у нас сначала начну с особенности строения до имеет форму колокола короткая спираль для специально для быстрого отвода шлама используется центрирующие острие и твердославные на пайке также данный бур предназначен для проделывания отверстие большого диаметра и большой длины диаметра здесь от 40 до 80 миллиметров и длина от 150 до 990 миллиметров также в нашем ассортименте есть буры проломные составные то есть вы покупаете отдельно головку бура и покупаете к ней удлинитель соответственно нужной вам длины и также понадобится еще адаптер и шпиль канал плюсы составных буров в том что если вы понимаете что вам нужно нужен бур больше длины этого мне нужно покупать целый бурда оплатить за него а вы просто покупаете удлинитель нужные вам и соответственно экономите деньги вот ну собственно говоря на этом все спасибо за внимание если есть какие-то вопросы задавайте запись вебинара будет отправлена в дальнейшем ссылкой